Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Из перечня документов, которые необходимы выпускникам автошкол для сдачи экзаменов в ГИБДД, планируется исключить медицинскую справку. Это предложение МВД. Ожидается, что запрашивать у Минздрава сведения о здоровье кандидатов в водители госавтоинспекция будет в рамках межведомственного взаимодействия. Его планируется наладить с весны 2023 года. Напомню, что по действующим правилам свежая медсправка нужна не только при первом получении водительского удостоверения, но и при замене прав через каждые 10 лет. С условием, что гражданина прав не лишали. Трасса 101 Специалисты по подбору поддержанных автомобилей констатируют, за последний год предпочтения клиентов, ввиду их финансовых возможностей, существенно изменились. Основным спросом в настоящее время пользуются машины возрастом около 10 лет и пробегом 150-170 тысяч километров. В начале осени 2021-го это были пятилетки с пробегом до 100 тысяч. Если говорить о ценах, то они в среднем выросли в полтора раза. Трасса 101 Некоторые автопроизводители в последнее время снижают цены на машины. В их числе оказался и Ульяновский автозавод. С началом октября внедорожник «Патриот» с механической коробкой подешевел до стартовой отметки 1 миллион 92 тысячи рублей. Еще в августе машина обходилась минимум в 1 миллион 232 тысячи. Также заметно уменьшилась стоимость внедорожника «Хантер» и «УАЗ-пикап» с механикой. Заводские цены на первый сейчас начинаются от 968 тысяч, на второй от 1 миллиона 112 тысяч рублей. В октябре должны стартовать продажи обнабленного «Джили Тугелла». Заводские цены на кроссовер сейчас начинаются от 3 миллионов 550 тысяч рублей. Изменился он большей частью внешне. Другая решетка радиатора, иной передний бампер. В кормовой части 4 вывода выхлопной системы. Из опции появились, к примеру, мониторинг слепых зон, функция предупреждения о перекрестном движении сзади. Мотор по-прежнему двухлитровый, мощностью 238 лошадей. Трансмиссия – восьмиступенчатый автомат. Трасса 101 А концерн «Фольксваген» представил свое видение электрического беспилотного автомобиля. Концепт «Джентревел» позиционируется как альтернатива авиаперелетам на небольшие расстояния. Для того, чтобы пассажиров не укачивало, в машине предусмотрены, в частности, активная подвеска и кресло-кровати. Из развлечений доступен, к примеру, проектор, который транслирует видеоконтент или данные о поездке. Что касается автопилота, то это система пятого уровня, которая не предусматривает никакого вмешательства человека. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. Трасса 101.